МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В 70-ти жилых домах Барнаула по-прежнему отсутствует горячая вода. Хотя запускать ее по контуру ТЭЦ-2 начали еще в понедельник. К слову, раньше обещанного срока. Напомним, опрессовка началась в середине июня. За время проведения гидравлических работ было выявлено более 200 повреждений. Сейчас горячая вода по-прежнему отсутствует в некоторых жилых домах. По улице Кулагина, на проспекте Калинина, Северо-Западная и 40 лет октября. Без горячей воды в данный момент и три детских сада. По словам специалистов, сибирской генерирующей компании повреждения были обнаружены уже в момент запуска теплосетей. Неполадки устраняют, а к вечеру горячая вода должна быть у всех потребителей контура ТЭЦ-2. И небольшой совет от специалистов. Если вы включили кран с горячей водой, и из него по-прежнему бежит холодная, необходимо подождать и спустить воду. По их словам, система контура старая и долго не функционировала. Чтобы она заработала полноценно, необходимо время. Продолжим. Новых отставок ждут в правительстве Алтайского края. После отставки вице-премьера и министра экономического развития Николая Чинякова увольнение в администрации региона продолжится, сообщает Полиция Бру, ссылаясь на источники в аппарате. Далее об этом не только в традиционном обзоре сибирской медиагруппы. Напомним, об увольнении Чинякова стало известно 11 июля. Он написал заявление по собственному желанию. В правительстве говорят, что отставка была неожиданной. Якобы в Рио губернатор Виктор Томенко не хотел его отпускать и подписал заявление не сразу. Подлинные причины ухода чиновника неизвестны. Обязанности Чинякова как министра, пишет Полиция Бру, будет исполнять один из замов нового вице-премьера. Вместо него пока назначать не будут. Отметим, в кулуарах правительство обсуждает уход после выборов вице-премьера по промышленности Виктора Мещерякова и переход в Федеральную счетную палату министра здравоохранения Ирины Долговой. А вот в Наукограде не оставляют попыток спасти от гибели озеро Ковалевское, информирует бийский рабочий. В частности, мэрия города готовит документы для включения водоема в федеральную программу «Порошийский рек и озер». По ее условиям местные власти должны предоставить проект и провести экологическую экспертизу. Примерная сумма затрат превышает миллион рублей. После того, как все документы будут на руках, мэрия может подать заявку на участие в программе. Чиновники настроены оптимистично и не исключают, что очистка озера начнется уже в следующем году. Горожане ее очень ждут, ведь за последние несколько лет озеро Ковалевское сильно обмелело и стало превращаться в болото. Ветераны войны получат деньги на ремонт жилья, сообщает Рубцовск.Инфо. В край на капитальный ремонт жилья участников и инвалидов Великой Отечественной направили 990 тысяч рублей. Всего же в 2018-м на эти цели бюджетом региона предусмотрено больше трех миллионов рублей. По 30 тысяч на капитальный ремонт жилого помещения, где проживает ветеран, и по 10 тысяч на текущий. По данным мониторинга соцзащиты населения края, из 1137 ветеранов войны в ремонте жилья нуждается 211 человек. Елена Макаренко, Наши новости. Без травм в Алтайском крае завершилась первая смена в летних детских лагерях. Отдохнули и поправили свое здоровье, как сообщили в Министерстве образования края, более 70 тысяч школьников. Несмотря на сложные погодные условия, никаких чрезвычайных ситуаций с детьми не произошло. Так как все лагеря были обработаны от клещей и комаров, во время первой смены не зафиксировано ни одного укус клеща. Особенно пристальное внимание уделили питанию отдыхающих. Продукты проходили обязательную лабораторную проверку, оценивалась и питьевая вода. Почти как в советское время специалисты провели также оценку оздоровления детей. Кстати, в крае это пилотный проект. Так вот, процент оздоровления приблизился к 100 и составил 98. Сейчас в регионе стартовала вторая смена. Всего этим летом только в профильных лагерях отдохнут более 25,5 тысяч детей региона. Сегодня в Барнауле прощаются с легендарным фотографом и журналистом Виктором Садчиковым. Панихида проходит в эти минуты в ритуальном зале Барнаульского крематория. Напомним, Виктору Садчикову было 77 лет. В начале этого года в Краевом архиве открыли его персональную выставку. Автор по состоянию здоровья на ней не смог присутствовать. Специалисты говорят, каждая фотография Садчикова – это подлинные исторические документы. Многие снимки фотограф дополнял небольшими журналистскими заметками. Он снимал праздники и будни Алтайского края, простых людей и героев. Сегодня в вечернем выпуске друзья и коллеги Садчикова расскажут о том, кем он был для них и почему его уход. Настоящая потеря. Но теперь к другим темам. В течение двух дней в рамках региональной спартакиады крепкие, выносливые, подтянутые спортсмены выявляли, кто из них лучше плавает, бегает, играет в дартс. Правда, они уже не побьют мировые рекорды, ведь возраст участников от 55 и старше. Накануне спартакиада пенсионеров подошла к финальному рубежу, которым стала комбинированная эстафета, кто же увез с собой Кубок чемпионов в сюжете Ирина Харитон. Поехал, поехал, побыстрее! Двигайтесь, Саша, быстрее! Для них почтенный возраст – не финишная отметка, а точка отсчета для новых побед. Многие из этих людей, которых и пожилыми назвать неудобно, уже не раз участвовали в спартакиаде. Но, как признавались нам, волнение и азарт захлёстывают каждый раз. Я с любовью к каждой команде и с уважением к глубочайшим, но их волнение буквально во мне живет больше, чем, наверное, в каждом из них, потому что для меня это организовать, а для них это поучаствовать и выступить. Чтобы приехать на спартакиаду, участникам пришлось преодолеть внутрирайонные соревнования. В итоге в Барноле состязались 8 команд и почти 200 человек. Кстати, многие коллективы следовали известному лозунгу «Главная не победа». Спортивной инфраструктуры в районах нет, поэтому пенсионеры из отдаленных уголков края оценивали свои шансы объективно и на первое место не рассчитывали. Мы прекрасно понимаем, что соперник очень сильный, особенно Барнол-Биск, и поэтому хотя бы занять результат седьмое место для нас это приемлемо. Но недооценивать каменских спортсменов не стоило. По результатам забега они оказались в тройке лучших. Второе и первое место в эстафете заняли пенсионеры Рубцовска и Барнаула. По итогам же спартакиады в целом победу одержали спортсмены из краевой столицы. Немного отстали от них представители Заринска. По словам победителей, энергии у них предостаточно, поэтому в следующем году организаторы хотят пригласить посоревноваться с пенсионерами и молодежь. Причем пожилые уже сейчас в своей победе не сомневаются. Ирина Харитон, Алексей Фризин, Зоя Хушвактова. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». На большей территории края по-прежнему сохранится жаркая погода. Года будет ясна в Белокурихе 26, в Алейске, Зминогорске и Рубцовске 28 выше 0, 29 в Бийске, в Барнауле ясно. Ветер северо-восточно умеренный до 29. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин